Необходимость этого элемента гардероба сложно переоценить. Производители предлагают множество вариантов. Сегодня расскажем, на что стоит обратить внимание при выборе новой пары носков. Начните с изучения этикетки. В составе изделия должно быть не менее 75% натуральных волокон. Они позволяют ноге дышать и впитывают пот. Качественные носки делают из смеси нескольких материалов. Если мы берем соотношение носки разных волокон, хлопок применяется в соотношении от 100%, если у кого гиполергенные какие-то проблемы возникают, до 60%. Остальные волокна берутся эластан и полиамидное волокно. Небольшой процент синтетики делает носки более долговечными и обеспечивает облегание по ноге. Для теплой пары года лучше выбирать изделия из хлопка или льна. Зимой – шерсть или различные сочетания с ангорой. К утепленным носкам я могу сказать, что они могут быть с шерстью, с хлопком, утепленные за счет того, что это махра. И плюс у нас есть еще термоволокно. Появились в использовании носков новые нити – это тенсил, это целлюлозное волокно из эвкалипта. Также напоминает по свойскому вискозу нить мандал, которая – это древесина бамбука, которая немножко лучше по качествам и более износосойкой. Перед покупкой оцените крой. Шов на мысе должен быть плоским и мягким, чтобы он не натирал. Изучите качество резинки. Лучше, если она будет двухслойной. Ее ширина зависит от длины носка и варьируется от полутора до четырех сантиметров. Если это классический носок, так как он расположен выше, обычно используется четыре сантиметра. Также у кого проблемы бывают с ногами, у нас есть носок «Комфорт» без резинки. Приобретайте носки только по размеру. Если изделие меньше или больше, оно будет сползать, перекручиваться и быстро придет в негодность. Выбирайте модели в зависимости от назначения. Так, например, спортивные носки делают из материалов, которые быстро впитывают влагу и обладают антибактериальным эффектом. Качественных и приятных покупок! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok